Народ, привет! Всем привет! Вот мы вышли после шопинга в Дерри Сити Центр. Проехали на такси 2 минутки и здесь находится чудесная набережная напротив старого города Эльсип. Туда мы сейчас и хотим попасть. Поэтому сейчас покажем вам набережную и, надеюсь, разберемся, как попасть туда. Все, приятного просмотра! Вот, смотрите, какая красивая набережная. Наташа, которая сделала все скриншоты, и мы разбираемся, как попасть. Дубайский муниципалитет и портрет шейха Дубаи и вице-премьера Эмиратов. Чудесный верблюдик. Да, вот такая вот набережная. Приятные лавочки такие. Травка. Вообще класс, красота какая-то. Такая чуть-чуть, конечно, она отличается от, помните, мы были в видео о другой Дубай. Оставлю ссылочку в описании. Обязательно посмотрите, где мы покупали конфеты, знакомились с индусским продавцом. Ели кислый. Ели гусбери, крыжовник. Мой отличается, конечно. Но здесь людей сейчас пока тоже немного. Но сегодня будень. И сегодня где-то сейчас 4 часа. Отель Рэдисонблю. Так, сейчас будем разбираться, как нам попасть на другой берег, в город Эльсиф. Древний город. Сейчас вам увеличу, чтобы вы понимали примерно, где мы хотим погулять. Вот там вот. Насколько он древний? Он же построен, но не заново, это как... Ну, понятное дело, что все древности, в принципе, не такие уж древние. Можно я с ним, да? Спасибо. Да, я тоже уже так приспустила чуть-чуть. Подышать. Подышать. Заливный воздух. Хорошо здесь пройтись. Там тоже кораблик вот... Который, как и на Марине, белосвета, бело-голубой. Да? Да, не вот эти вот лодочки, которые Абра, а именно как... Сейчас будем разбираться, идти и переезжать. Я в блазере, чтобы голову не пекло, хотя уже 4, но мало ли солнцем играть, цени будем. Банану сегодня я одела. Банану? Банану. Наташа платочек больше не одолжую, как на Марине. Я с удовольствием одолжила. Прогуляла всю Марину, с Аташиным платочком. Чайки вообще здесь клюкают. Кружок. Такая большая набережная и вот как-то даже, мне кажется, проезжая часть здесь. Ну как проезжая часть? Мне кажется, это машина или нет. Ну я не знаю. Там сзади там большие корабли стоят сюда. На видео, на видео, по-моему, кажется, что сейчас уже как сумерки. На самом деле нет. яркое солнце. Тебе слепит яркое солнце. На самом деле яркое солнце. Слушай, как классно сделали. Но этого наверняка вообще ничего такого не было. Даже подобного, мне кажется. Если и было, это очень... Слушай, это рамка там что ли? Рамка Дубай? Конечно, Рамка Дубай. Фрейм. Кто не смотрел, не забывайте переходить по ссылочке. Рамка Дубай. Очень интересный дост. Один из самых любимых здесь. Ну что, Наташа, наверное, будем вперед идти или куда мы будем идти? там вон, я смотрю, причал и там переправляется. А он, мужчины, спортом занимается. Кстати, тренажерчики здесь есть. Несколько. Ну таких, наверное, самых основных. Их шесть тоже неплохо. Вот отлично. Ой, Дубай это красота. Дубай это всегда теплая погода, классный шопинг, вкусная еда. А отсюда, наверное, тоже отправляются вот эти вот корабли, которые вечером кушат, да? Да, это они. Танцы, кушать. Что это за такая? Прям другая Дубай арка. Это вход приветственный. Извиняюсь. Так я тебя и снимала. Да, да? я думала, я тебе арку запрыгну. Давай, да? Нет, а мне ничего не закрыло, все нормально. Прям компания, компания прям, пацанов-то нас так посмотрят. Часто любят помахать. Посмотрела, посмотрела. Помахать в видео. И решила пройти. Да. В общем, мы так понимаем, здесь пока такие ура, такси. Как-то я по дороге иду, я поняла, не надо здесь идти. А что не должен быть? Странно это все. Как раз поэтому меняет это как-то и, да, в Дерри более душевно, там закрыто, и там ты понимаешь, что там машина не проедет. Ну, нравится какой-то совсем уже crazy man. Стоят кораблики, набирают людей, наверное, вечером на прогулку, как ты сказала, а мы идем вперед и ищем как бы нам нашу прогулку продолжить в городе Эльсиф. Надеюсь, там еще ничего не закрыто, все открыто. Да, нет. Слушай, а что это за вот такие вот, это вот как фотографироваться, сейчас я подойду, или, нет, такой гардероб старый, который выставили, знаешь, шкафчики такой вот. Ага, шифуньер. Да, не похоже. Не похоже на гардеробчик, не? А на какую-то старину, давнину похоже. Здесь какие, а нет, провода это освещение. Не знаю, мне кажется, это как украшения. Стулья, ну вот. О, это что-то. Это человек с гувярок капуцинов здесь, наверное, снимали, стулья били. Это судно. Ой, красота какая. Давай здесь посмотрим, полюбуемся чуть-чуть и потом пойдем уже как-то искать аборочку, чтобы переезжать. Ммм, какая красота. В общем, желаем всем приятного дня. Минут 10 идем уже и все время вот яхты, 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 да, эти корабли круизные, которые перевозят и устраивают всякие вкусные ужины, обеды, танцы, там, если вас интересует, то, да, наверное, может сюда приезжать. Там, ну, что там ребята говорили, давайте, давайте там, ну, маленькие лодочки, типа, давайте сейчас поедем на круиз. Ну, нам на другую сторону нужно, нам на круиз не надо. Вот сейчас, не знаю, может уже доберемся. Так реально идти, так, наверное, тяжеловато уже, 10 минут. Ну, большая набережда. Ну, большая вообще, слушайте, вообще просто. Ну, вот, наверное, здесь, потому что он только что переезжал, много людей переезжали. когда он поедет? Ну, нам на другой берег надо. Надо спрашивать, потому что, ну, круизная. А, вон там еще лодочки, да, там нам еще очень долго идти? Не знаю, что спрашивать. Вон ту гоу. Вот на таком нам кораблике предлагали круиз, сейчас на двоих, ну, что-то какой-то кораблик большеватый. Вот такой бы вот в самый раз, наверное, был, да? На двоих? Это, я думаю, они не поедут. Да. Есть, ты заплатишь, большую сумму, наверное, поедут. Ну, что мы все еще гуляем, все еще ищем, где этот вот... Смотри, какой необычный дом взял вообще для Дубая, вообще для Эмирана. Как у нас где-то. Вот белый этот, да? Да. По центру. Скажи, какой-то классный. Ну, как сказать. А, и люди отдыхают, молодцы какие. Чайки летают, люди отдыхают. Вон уже, наверное, целая куча этих абур стоит. Наверное, мы уже где-то... Ты это говорила 15 минут назад. Ну, да, я говорю, чтобы ты шла, а то думала, все, сейчас назад повернем. Ну, хорошая прогулка, с другой стороны. Мы столько уже находили. Мы столько уже находили по-чудесному Дейро Сити Мол, что вообще просто... Там еще Мол такой, что не совсем понимаешь, где что находишься. И мы где-то кругами ходили, просто то ли это скали полчаса. Смешно, но, да, вот так вот. Ну, что ж ты совсем у нас слабого такого мнения? Мы вообще сначала спустились на первый этаж, потом ниже, поняли, что там выход. Короче, было весело. Вот что это за такое вот место. Давай ты больше не будешь говорить. Вот уже, ладно? Ну, вот почти уже мы пришли. Все, опять залазила. Ой, машина, кстати. Она не там. Да, она не там. Фу. Думаю, сейчас поеду на капотики прокачусь. Зато такая классная прогулка вместе с вами, дорогие наши подписчики. Такой классный набер. Ох, там, по-моему, люди сейчас уже начинаются. Прям тусня. Ну, ребята, не знаю, можно ли их снимать, но они, наверное, ребята, поулыбались, но не будут же кричать. Пожалуйста, затрите видео, как некоторые люди. Давайте просто людей посмотрим. Какие интересные люди, как они одеты по-разному. Разные культуры, религии, и неровная бровка, на которую я подлетела только что. А, вот она называется, наверное, Subha Station. Вот, Subha Station. Вот тростниковый сок, да? Кокосовый. Класс. Что такое звук? Ой, громко сильно. Вот, идем мы за людьми. Я думаю, что мы идем в верном направлении. По крайней мере, на другой берег мы попадем. Куда идем? Давай, спроси Эль Сиф где. Ну, ты куда, да? Эль Сиф? Туда. Куда? Перенитикет. Что, тикет надо покупать? То есть, просто так ты не дашь капитану, да, как мы давали в другой Дубай. Мальчик спросил, вы хотите это, на тур, мне, не на тур, нам переехали. На 10 дирхам, я не знаю, сколько будет стоить. Скажи 2 на Эль Сиф. Ай, ну на Эль Сиф. Спасибо. Сколько здесь надо? 2 дирхам? Ну да, 2. А там стоило 1. Стоп. Девушка подошла уже нас обилетить. Понятно. Все цивильно. Все прямо. Сейчас будем переезжать с вами на другой берег. Ну вот такая прогулка по набережной, тоже такая хорошая, отдыхательная рекреация. Просто приезжайте и гуляйте. Здесь официант, здесь кармачек не поможет. 6 дирхам, да. Еще билетики желательно. Тоже как же нам поверят, правда? Все, берем билетики. Сейчас будем идти, наверное. с QR-кодом, не просто так. Кстати, мужчина вот здесь он стоял. Я думал на нас, море там ждал, пока мы обилетимся. Слушай, а почему мужики так идут, а мы с билетами? У них проездные, интересно. Может, они купили? Ну, мы там одни стояли, они знают, а тут покажи парню. Скажи паре, и мы уже купили. Нас посылают. Ну, иди вперед, вот, наверное, за мужиком. Идем. В общем, нас еще куда-то и посылают. Где эта штука громко гудит? Какой-то ласт паркинг, наверное. Ну, и где? Сюда, что ли, идти? Чего-то я здесь не заметила. Ну, я не знаю. В общем, билеты есть, Абры нету. Странно, куда-то на другие люди. Ох, как все это интересно. Так, ну, я пойду, посмотрю, а что, мне что-то сделает, я не поняла. Где наша Аброчка за два гирхамата? Где она? Мужиков поснимают, что? Сказали же, на последнюю, может, это последняя. Ку-ку. Ку-ку, мужик. Нас не ходят забрать, не? О, корабль такой, помните, точнее, лодка, ракета такая была. Ракета, ой, меня шатает, меня шатает на прекрасном таком мостике. А так где-то пропала, не знаю. Вот, парень пришел сделать здесь селфишку. А мы все еще ждем толковую Абру. Солнце в глаз. В общем, народ, такие сложности, пока выехать туда, странно. Никогда не думала, что это проблема. Кто будет обелечивать? Где здесь всякие контролеры и Абру. Какой-то другие люди поехали. Наверное, они на круиз поехали, а нам всего лишь за два гирха мы переехали в другую сторону. Мы будем ждать. Что-то может 20 минут. Ждем, всех отправляют, да, нам говорят, идите в конец там ждите. Хотя мы купили билеты. Where is our boat? Where? Сейчас, сейчас будет. Чего? В чем дело? Я не могу понять. Типа, вам нужно напротив, а люди идут туда. Странно. Подъезжают, как на видео другой Дубай Абры. Постоянно мы ждем, у нас пусто. Реально, мы стоим на причале, вообще у нас пусто. Я уже ходила в киоск с той женщиной, ругалась, она говорит, да-да, сейчас придет, но билеты не возвратные. Вот здесь вот один гирхам, но оно идет в другую сторону. Так мы можем заплатить кешам один гирхам. Вот снова бот приехал снова. Что-то непонятное. Честно, я уже стояла, ругалась с ним, они, по-моему, вообще что-то не понимают. Да-да, сейчас придет пять минут, пять минут, мы ждем 15 минут. Народ, как вы переплывали это место? Кто-нибудь знает, что-то фигня происходит? Мне вообще вот непонятно. Какое-то дурацкое расписание здесь есть. Но вы что-то поймете вообще, вы здесь и куда вы поедете? на Дубае улксу. Здесь улксу и дубае улксу. А тут тирхам, а тут два. Ну вот, наверное, наша это и приехала. Не прошло и полгода. У меня клеток помяла от злости просто. Ну давайте, открывайте клеточку, мы уже готовы идти. Переругались со всели, да? Ну а не, ну что делать, что-то такое. Ой, зато тут водичка для котиков стоит. Ну, покажи. Смотришь. Ну, в этом они молодцы. Ну, капец. Ну, мы с вами какие-то женщины красивые едут. Держи. Билет. Ты скажешь, а это не для вас. Да, сейчас мы пройдем по-любому. Уж я такая нервная уже, что лучше бы им нас пропустить. Давай. Наташа, вперед. Что это эксклюзив? Чей хай. Не кричай. Да я не кричу просто, что он влазит там? Все, все, задолбали уже. Слушайте, какая-то злая, реально просто. Прождать 20 минут корабли, когда на Абре они только шух-шух идут. Дерри, что за фигня? Ну, давай куда-то подальше, давай, сейчас просто люди все будут идти. капитанская рубка с телефончиком. Телефончик видно, навигатор. Красота, конечно. Чайки летают. Мы хотим вальсить. Мы куда поедем? Я не могу. Вот мужик, который влазил чего-то. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. что за один дирхам, который влазил это едут в ДРХ. Я говорю, ничего себе за один дирхам. А тут за два дирхама сколько это? Ну, посмотри, сейчас куда мы доедем, ладно. Не судите строго, просто мы устали, вымотались. Нам говорят, ты ждите, дети скоро приедут. А там только отходят одна за одной, одна за одной, одна за одной. И нас как бы были уже. Странно просто. Ладно, сейчас посмотрим. Куда ли нам? В любом случае, куда приедем? Куда приедем? Все вам покажем. Скоро поедем. Уже просто показываю, как чайки красиво летают. Вообще просто наслаждение. Наша говорит, вода доходит даже прям сюда, да? Да, ну вот. Если даже берег смотреть, вот на берег. Да, прилично. О, и все снимают видео. Ну, конечно, класс. Вот, поменялись местами сзади нас женщина с коляской. Мы ушли просто оттуда, пересели напротив. И знаете, очень много людей, которые не понимают, как купить, их отправляют, посылают, говорят там-то, там-то. Люди бегают, неясно. Оно здесь, да. Оно здесь, да. Вот такой маразмик немножко. Там люди проще. Но самое главное, нам кажется, что это хаос, а наоборот, уже не все понятно, они все понимают. не парятся. Не те, которые пришли, как в туристы, ну, то есть, как на экскурсию, ну, не на экскурсию, а переправиться, а те, кто здесь работают. У них все в порядке, у них все под контролем. Да, им вообще накапать, походу, на наши проблемы, по-моему. Нет, они четко сказали, здесь будет. Придет, ну, придет, что вы бегаете? Придет минут через 20. Все, закрыли уже воротики, он. Мужик в кондоре, в белой, успел купить билет. Капитан сел за руль, дети в колясках, коляску держат, ну, честно, стрёмное такое перевезение, я вам скажу. Тоже свой рюкзачок захвачу, на всякий случай, все уже. Кстати, вон, кафетерия Абра, если что, вот вам такой лайфхак, где мы сидели. Ну, уж дальше сами думайте, выбирать вам это место, не выбирать, но я уже довольна, мы уже едем, все такое красивое. Мне кажется, что дальше тоже, хоня, вот оттуда дальше тоже отходят, но вот куда они отходят? Мы просто с другого направления пришли, да, там люди, туристы, вас там приходят с метро Аль-Риги, а мы пришли из Тейро-Сити-центра. Ну, красиво, сейчас прокатимся. Все, я снимаю маску, когда не в темноте. Приспускай масочку. Так, ну, давайте посмотрим. Вот, кстати, этот город древний, мы покажем. Ой, как хорошо, просто такая свежесть. Слушай, я хочу сказать, что этот Аль-Сип, просто огромный, я-то думала, там такой небольшой райончик, а тут идти, ходи, идти, ходи. Я думала, пару домиков, а тут вообще такой, Эль-Сип еще. Хватит ли наших ног, для Эль-Сипа? Приближу еще. Ну, Шанелью запаху. А мне холодом потянуло. Прохладный. А чайки видно? Красавицы. Да. Еще такой интересный район, никогда там не было, изменно, потому что, видишь, они такие экскурсии вывозят, они эти Абры, вот, ну, у нас за 60 дирхам, они предлагают, вот, где женщины едут, впереди. Вон, вон, на Абре, да, я вижу, ну, как бы, 60 дирхам, на одного или на двоих. Я раз слышала, что 60 дирхам он предлагал. Ну, если они вот эти... Вообще нормально, как бы. Ну, вот такой древний город Эль-Сип. Как музейный, так сделан. Понятно, что, я так думаю, там никто не живет. В смысле, мы уже приехали за два дирхама? Представляете, у нас такой переезд был за два дирхама, которые мы ждали, фиг знает скоба. Это чокнуться можно. Это вообще, слушай. Все приготовились к чему-то, к чему-то интересному. Да, вот, мы только разогнались, мы сейчас будем такое вот, видео про путешествие. Мы за один дирхам восемь минут ехали в Дейре. А мне кажется, это какой-то, знаешь, налог, но за то, что ты там находишься еще. Я не знаю, ну, как так можно появиться? что налог. Если там едут, такие расстояния, мы там семь минут ехали, или сколько? Ну, ладно. Ладно. Вот так вот, народ, мы и оказались на Эль-Сипе. А вот, в следующем видео мы расскажем, что мы здесь видели. В общем, такое видео у нас было, немножко непонятное, если не разверли. Сунгурное. Но зато показали вам красивую набережку. Да, я что-то сначала так завелась, а потом, ух, да ладно. Смотри, как разолад. Водичка, чай. Ставьте лайки, вам водичку, посмотрите, понаблюдайте. И желаем вам попасть в Дубай, попутешествовать, вообще начать путешествовать. Все, всем добра.